Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. В воинской части в поселке Доленко солдат покончил жизнь самоубийством. Настоящий ураган сегодня разыгрался в некоторых регионах страны. Городские депутаты упорядочили правила выплат социальной помощи нуждающимся карагандинцам. Вчера, 4 декабря, в воинской части 6505 в поселке Доленко солдат покончил жизнь самоубийством. Молодой человек даже не оставил предсмертной записки. Что стало причиной внезапного ухода из жизни 20-летнего военнослужащего пока остается загадкой. Командир Каиржана батальона воинской части 6505 рассказал, что за два дня до трагедии он должен был вернуться домой. 6 декабря 20-летний парень должен был закончить службу. За два дня до трагедии он звонил домой к своим родственникам. Родители только едут за его телом. Он никогда ни с кем не ссорился. Настоящий ураган сегодня разыгрался в некоторых регионах страны. Сильный ветер сорвал кровлю с крыш некоторых домов Карагандинской области. От упавших деревьев пострадали и хозяева автомашин. В результате сильного порывистого ветра сорваны крыши зданий не только в Караганде, но и в городах-спутниках Шахтинской Абай. В связи с ухудшением погоды закрыты участки дорог Тимиртау-Сакаровка. Для всех видов транспорта перекрыто движение в сторону Тимиртау-Астана. На сегодняшний момент зарегистрировано 8 случаев. Это здание военно-технической школы, здание госпиталя ДВД, здание средних школ номер 59. Населению рекомендуется воздерживаться от поездок, особенно в ночное время. Нужно следить за детьми, не оставлять детей без присмотра. Городские депутаты упорядочили правила выплат социальной помощи нуждающимся карагандинцам. Кроме того, по распоряжению правительства льготным категориям граждан добавились дополнительные денежные выплаты. Какие, расскажет наш корреспондент. Правила оказания социальной помощи в Караганде изменились. Их упорядочили, сделали полнее и понятнее. Накануне прошла внеочередная сессия, на которой депутаты утвердили новый порядок выплат соцпомощи льготникам. Из новшеств по майскому распоряжению правительства ввели соцвыплаты к определенным датам и праздникам. Деньги те, кому положено, получат единовременно. Правда, есть одна оговорка. Если у человека есть право на получение соцпомощи к праздникам или особенным датам по нескольким основаниям, то помощь оказывается только по одному из них. А еще в новых правилах предусмотрели единовременную соцвыплату до 100 МРП нуждающимся гражданам при наступлении трудной жизненной ситуации. Социальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации гражданам, оказавшись... Кроме того, уполномоченным органам разработан проект решения номер 249 об оказании социальной помощи. Подробный список получателей соцпомощи, ее виды и сами обновленные правила после регистрации решений гормаслихата опубликуют в прессе и вывесят на стендах в отделе соцзанятости. Предположительно, правила начнут действовать уже с нового года. Также на внеочередной сессии был скорректирован бюджет города на 2013-2015 годы. Миром Гусалкинбаева, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Сразу два новых здания прокуратуры открыли в Карагандинской области. Одно находится в городе Шахтинск, а другое в Октябрьском районе. Специально по этому случаю в шахтерскую столицу приехал советник прокурора страны Андрей Кравченко. Подробности в следующем материале. Эти два события приурочили к профессиональному празднику прокуроров. Сегодня утром в Шахтинске открыли новое административное здание прокуратуры. На его строительство были выделены средства из республиканского бюджета. У нас оперативный состав 11 человек, 9 помощников, прокурор, заместитель. И в канцелярии есть пару специалистов, два человека. И здесь также расположен центр правовой статистики, один специалист. Чтобы посмотреть, как построили здание прокуратуры в Шахтинске, специально приехал советник прокурора страны Андрей Кравченко. Он прошелся по светлым коридорам помещения и удивился, почему в каждом офисе разные обои. Старшком учить прокурору выражаться. Так, в основном, вот мы хотели. Пошли отсюда. В присутствии Андрея Кравченко сегодня презентовали и новое здание прокуратуры в Октябрьском районе. Его построили в короткие сроки, всего за пять месяцев. Буквально за пять месяцев смогли построить новое здание с нуля. И в это здание мы заселились накануне празднования государственного праздника. Дня первого президента Республики Казахстана. А торжественное открытие проводим накануне нашего государственного праздника. Андрей Николаевич, большое спасибо, что вы, несмотря на плотный график нашли время, от имени руководства приехать, принять участие в проведении этих торжественных мероприятий. Я хочу сказать, что это, во-первых, забота глава государства, государственных органов, органов прокуратуры посредственно. Это понимание правительства, понимание парламента, республики наших нужд, каждого нашего работника. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандзинский. Реклама на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Трэвел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Орион. Мы приносим радость в дом. ТО «Возрождение 21 век» реализует для фермерских хозяйств и населения гусей. Родительское стадо породы линдовской и губернаторской. А также к рождественским и новогодним праздникам реализуют мясо гуся, утки и индейки. Оптом и в розницу по цене производителя. Телефон 32-0026 и 837-322-99-99. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Для создания эффективной и современной государственной службы в первую очередь необходимы кадры, умеющие мыслить государственными категориями. В связи с этим в Назарбаев университете в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами Национального университета Сингапура была открыта Высшая школа государственной политики. Представители этого нового учебного заведения встретились в Карагандинском государственном университете, желающими посвятить свою жизнь служению государству. Стратегический партнер, ведущая школа государственной политики Национального университета Сингапура, выбран не случайно. Сингапур имеет огромный опыт в разработке и реализации государственных политик, многие из которых были оценены в качестве самых эффективных в мире по результатам независимых международных исследований. В 2013 году школа открыла в Назарбаев университете первую магистерскую программу, которая имеет множество инновационных особенностей. В целом презентация будет посвящена о нашей деятельности, о нашей школе, о нашем сотрудничестве с школой госполитики Сингапура. И хотелось бы отметить самое важное то, что мы приехали сюда специально за студентами из регионов. То есть для нас сейчас это важно, поставлена задача, чтобы активно участвовали регионы в наших программах. Помимо интенсивного обучения в Астане, студенты имеют возможность в течение нескольких недель стажироваться в Сингапуре. В Казахстане и Центральной Азии не существует других школ, предлагающих такие уникальные возможности подготовки специалистов на английском языке. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Ювенальная юстиция как особая форма правосудия в Республике Казахстан. С такой темой пришла на встречу с преподавательским составом и студентами Карагандинского государственного университета вице-министр юстиции Республики Казахстан Зауреш Баймолдина. В послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050» глава государства особо отметил, что дети – наиболее уязвимая и самая незащищенная часть нашего общества, и они не должны быть бесправными. Любой ребенок, который родился на нашей земле – казахстанец, и государство должно заботиться о нем. Законодательные реформы направлены и на защиту прав ребенка. Законодательство должно не только защищать права и законные интересы детей, но и создавать условия для предупреждения их вовлечения в уголовный процесс. Поэтому-то, в общем-то, и в республике были сделаны определенные шаги для создания системы ювенальной юстиции. В ходе встречи Зауреш Баймолдина проинформировала участников о принимаемых мерах по повышению эффективности обеспечения прав и законных интересов детей, в том числе несовершеннолетних, вовлеченных в ювенальное судопроизводство. Вводится институт социальных работников или психологов, которые будут оказывать социальное сопровождение несовершеннолетних в качестве работников ювенальных органов. Сейчас ведется работа над тем, чтобы для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних активно вовлекать саму молодежь. Зауреш Баймолдина обратила внимание на необходимость увеличения ювенальных судов и поощрения волонтерской деятельности молодежи в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Сергей Высокозов, Бахтияр, Успанов, Первый, Карагандинский. В 10-й средней школе города Караганды ученики и учителя с творческой инициативой подходят к проведению праздников. Вот и день первого президента они встретили нетрадиционно. В школе прошел певческий конкурс «Две звезды». В актовом зале 10-й школы собрались родители, преподаватели, ученики и студенты Карагандинского экономического университета. Они объединились в дуэты. Условие одно – пары должны состоять из учеников и учителей. Старшие должны быть вместе с младшими. Тоже относилась и к родителям. Почему певческий конкурс? А разве сам президент не любит играть на дамбре? Казахстанцы, мы прекрасно знаем, что Султан Апишевич обладает прекрасным тембром голоса, исполняет русские, казахские песни, играет на дамбре. Праздник может быть и официальным, и для души одновременно, что и доказали в 10-й школе. Конкурс стал точкой соприкосновения родителей, учеников и преподавателей. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 7 и 14 декабря текущего года на сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования Дня Первого Президента и Дня Независимости. В городе Караганда по улице Олимпийская районы и местные товаропроизводители будут реализовывать свою продукцию. Цены ниже рыночных на 10-15%. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубол издар.